Художник из Китая Жень Гуанжуй уже несколько лет изучает русскую школу живописи в Дальневосточном государственном институте искусств. На этой картине он не только объединил знания китайской традиции и русской школы, но и знакомит зрителя с одним из самых красивых мест в Циндао. На этой картине вы видите пирс Циндао. Именно на этой базе часто проходят многие международные состязания. Но особенно популярным это место стало после того, как здесь состоялась важная встреча между Путиным и Си Цзиньпинем. И мне очень хотелось показать, какое красивое это место. Эта выставка в галерее «Централь» представляет акварельные работы художников из России и Китая, страны, где так сильны традиции искусства гуфуа. Но здесь представлена акварель современная, та, что родилась в результате взаимодействия двух школ – китайской и российской. Многие авторы, преподаватели и профессора художественной академии Циндао долгое время учились в России. Вот, например, профессор Доу Фэнджи учился в питерской репинке. Его работа «Парусная столица Циндао» демонстрирует, какой разная может быть современная китайская акварель. На его работах можно увидеть, как он передает образ своего любимого города. То есть он не просто пересказывает какой-то натурный мотив. Он как художник компонует, и какая-то нетривиальная композиция, да, вот видите, дома немножко под наклоном. И вот использование разных приемов в акварели, как сухая кисть или работа по мокрой бумаге, да, или техника там остекления, или добавления соли, да. То есть эти художники владеют этим филигранно. На этой выставке много пейзажей. Большинство нас знакомят с неповторимым обликом самого Циндао. Есть и традиционные мотивы, некоторые вещи почти абстракция. Выставка стала настоящим подарком к празднику весны. Она открывается не зря, в начале весны. Весна – это всегда надежда. У нас сегодня надежда на справедливость и на правду. Поэтому хотелось бы подчеркнуть, что вот те культурные мероприятия, которые мы сейчас и сегодня проводим, это будет событие не только масштаба Владивостока, Приморского края, но и Дальнего Востока. Вернисаж стал поводом объединить во Владивостоке творческих людей сразу нескольких стран. Телемост с Китаем, Кореей и американским Сан-Диего еще раз обозначил, как искусство может соединять. Ты смотришь и душу это греет, видна мастерская рука. Приятно очень, что есть такие вдохновленные люди, которые пишут такое чудо. Для приморского зрителя эта выставка станет поводом совершить увлекательное путешествие в город парусников, живописных улочек и увидеть, какой разной может быть современная акварель. Ольга Сомкина, Павел Михайлов, Панорама. Продолжение следует...